МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, а сегодня мы играем в Оцке. Олег Обухов, Москва. Александр Карлин, Ульянов. Ирина Светцова, Москва. Валерий Милых, Москва. Сергей Шевченко, Москва. АПЛОДИСМЕНТЫ Гектор Ханкарян, Дереван. АПЛОДИСМЕНТЫ Денис Гузяков, Москва. АПЛОДИСМЕНТЫ Ирина Гутеева, Москва. АПЛОДИСМЕНТЫ Сергей Безрук, Мытищик. АПЛОДИСМЕНТЫ Людмила Бударева, Москва. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Чтобы определить, кто именно из наших участников начнет штурмовать миллион. Прошу вас ответить вот на какой вопрос. Расположите эти небесные тела по их размерам, начиная с наименьшего. Астероид, звезда, планета, метеорит. Итак, верный ответ на этот вопрос выглядит следующим образом. Небесные тела по их размерам, начиная с наименьшего, должны были бы располагаться таким образом. Метеорит. Астероид. Планета. Звезда. Верно, на этот вопрос ответили четыре человека. И раньше всех это сделал Сергей Шевченко. Прошу вас. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте, Сергей. Добрый день. Примечательное имя у вашего сына, я хочу сказать. Да. Как его зовут? Шакзот. Древнерусское имя. У меня жена узбечка функциональности. Что вы говорите? Она сзади меня сидит. Ну даст Бог. С помощью супруги, а также с помощью ваших знаний и несгибаемой воли и упорства мы с вами дойдем до миллионов. Я только хотел бы, Сергей, напомнить вам правила игры. Сейчас вам будут предложены 15 вопросов. Каждый из них имеет свою сумму выигрыша. Кстати, сумма-то удваивается. Вот только я хотел бы обратить ваше внимание на пятый и десятый уровни игры. Они выделены белым цветом. Это те суммы, которые мы называем несгораемыми. Сумма этих выигрышей всегда остается с вами. Вы можете прервать игру в любой момент в выигрыш за вами. До тех пор, пока не дадите неверного ответа. Тогда, по крайней мере, останутся несгораемые суммы. И еще одно. У вас три подсказки. Первое нами зовется 50 на 50. Компьютер сам может убрать два заведомо неверных ответа. Вторая подсказка – это звонок одному из пяти друзей, кого только сочтете необходимым. И, наконец, третья подсказка. Вы можете прибегнуть ко мнению аудитории. Эти подсказки вы можете использовать в любой момент игры. Хоть три одновременно, но только однажды. И так счастливого пути к миллиону. Спасибо. Будем надеяться. Ну что же. Первый вопрос. Как называется кинокартина, получившая в 1991 году Оскара в категории «Лучший фильм»? А. Народ безмолвствует Б. Молчи, овца Ц. Мертвая тишина Д. Молчание ягнят Я выбираю вариант Д. Молчание ягнят Почему не молчи, овца? Я надеюсь, не ко мне. Нет, нет, вы как раз и говорите Д. И получаете 101 рублей. Приятно. Итак, ваш первый выигрыш 100 рублей. Сейчас мы будем играть на 200 рублей. Суммы-то удваиваются. Ну что же. Чтобы получить 200 рублей, Сергей Николаевич, вам придется ответить вот на какой вопрос. Куда отправился Радищев из Петербурга в свое знаменитое путешествие? А. Баден-Баден Б. Сибирь Ц. Женева И. Д. Москва Снова вариант Д. Москва, естественно. Из Петербурга, Москву Потому что в Баден-Баден, судя по всему, хотите вы, супруга Хотелось бы Хорошо, ответ Д. Почему вы аплодируете? Может быть, Сергей Николаевич проиграл? Дело в том, что мы ведь тоже сами ничего не знаем, пока компьютер все знающий не скажет. Именно он главный оппонент. Но пока компьютер дает вам 200 рублей. Поздравляю. Спасибо компьютеру. Третий вопрос звучит следующим образом. Запах какого, Сергей Николаевич, растение отпугивает сказочных вампиров? А. Лук Б. Чеснок С. Сельдерей Д. Лавровый лист Ответ Б. Чеснок Да ты подумай. Ответ Б. Чеснок АПЛОДИСМЕНТЫ Ответ компьютера 300. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Но и счастливших живы, Сергей Николаевич. Ты еще неизвестный. Да, верно. Хорошо. Четвертый вопрос и 500 рублей ожидают своей участи. Какое животное является неофициальным символом демократической партии Соединенных Штатов Америки? А. Слон Б. Осел С. Кабан Д. Жираф Ответ Б. Осел Осел И мне бы очень хотелось, чтобы вы перешли на пятый уровень, Сергей Николаевич, поскольку сейчас мы с вами разыгрываем тысячу. А вот тысяча – это первый из несгораемых этапов нашей с вами игры. Если сейчас вы выиграете тысячу, так уж с нею точно можете уйти. Итак, пятый вопрос. На каком инструменте играл Джимми Хендрикс? А. Барабан Б. Труба С. Гитара Д. Саксофон Ответ – С. Гитара Ну, правда, нет еще одного варианта нервы. Возможно, тоже. Не будете подсказками пользоваться? Нет. С. Гитара Гитара Хорошо Ответ – С. Гитара Если бы вы сказали «барабан», вы, кстати, были бы недалеки от истины, поскольку нету такого чернокожего музыканта, который бы начинал с барабана. Если бы вы сказали «труба», вы бы, конечно, ошиблись. Но вот вы сказали «гитара» и получили тысячу рублей. А. Барабан Вы можете прекратить игру в любой момент, сколько бы вы не заработали к нынешнему этапу. При этом надо знать, что вы можете это сделать даже в тот момент, когда вы уже увидели вопрос и четыре варианта. Надо только сказать, что если вы все же решите играть и дадите свой вариант ответа, и он окажется неверным, то весь ваш выигрыш сократится до ближайшей несгораемой суммы, которую вы уже прошли до тысячи. Это надо знать. И я хочу напомнить вам, что у вас есть подсказки. Итак, следующий вопрос, и это шестой этап на пути к миллиону. Кто победил Медузу Гаргону? А. Одиссей Б. Минос Ц. Тесей Д. Персей Ответ Д. Персей Ответ Д. Персей Никаких подсказок вам не нужно? Думаю, что нет. Вы военный человек? Да. Отсюда такая степень самоуверенности и, самое главное, самостоятельности. Возможно. Хорошо. Окончательный ответ Д. Персей Ну что же, поздравляю вас с двумя тысячами. А. АПЛОДИСМЕНТЫ В каком вы звании Сергей Николаевич? Полковник. Подполковник. Только что вы видели, дорогие друзья, как подполковник нашей армии галопом проскакивает шесть вопросов и переходит к седьмому. А. Впереди у вас, господин полковник, еще девять вопросов на пути к Миллиону. Итак, седьмой вопрос. На каком плоту Турхьердал переплыл Тихий океан? А. Контики Б. Ра Ц. Калипсо Д. Фрам Вариант А. Контики Контики Ни рай, ни калипсо До Сенкевича вы знакомы? Лично нет. Могли бы позвонить, кстати. Это точно? Я думаю, что да. Таким образом, ответ... А. Контики Таким образом, ответ, который дает нам подполковник Шевченко... А. Контики Итак, как вы помните, Сергей Николаевич Шевченко искренне полагает, что Турхьердал переплыл Тихий океан на Контики. И вы сейчас увидите, как Сергей Николаевич Шевченко получит 4 тысячи рублей. А. Контики И прекратит играть в игру о счастливчик, поскольку эти деньги Сергей Николаевич, как и любой участник нашей игры, может взять в любой момент. И больше не будете играть? Будем. Ведь если вы сейчас дадите неверный ответ на восьмой вопрос, все, что у вас останется, только тысячи. Я помню правила. Восемь вопросов до миллиона. Восьмой вопрос прозвучит сейчас. И если Сергей Николаевич ответит на него верно, он получит 8 тысяч. Вот такая у нас эзотерическая нумерология. Восьмой вопрос звучит следующим образом. Какой спортсмен был единственным в истории спорта капитаном команды и на зимних, и на летних олимпиадах? А. Валерий Брумель Б. Всеволод Бобров Ц. Игорь Нетто Д. Владислав Третьяк Вариант Б. Всеволод Бобров Всеволод Бобров Умешь ввиду и хоккей-фуду? Так точно. Так точно? Вольно. Спасибо. Итак, без всяких подсказок, мы с вами выбираем Б, и так и говорим компьютеру, да? Да. Б. Восемь тысяч рублей Нет, ну кто скажет, что эти деньги достаются легко, тот ошибается. Да, совсем нелегко. Откуда вы все знаете, Сергей Николаевич? Вот это и есть. Единственное, что я не знаю, это откуда я все знаю. Надо бы, конечно, поговорить с Гилей. Она, наверное, лучше изучила вас за все эти годы. И сын ваш такой же энциклопедист какой? Не знаю, такой же. Хотелось бы надеяться, чтобы и повыше был уровнем. Хорошо. Тогда девятый вопрос из шестнадцать тысяч рублей. В каком месяце наступают овечьи холода? А. Январь Б. Август Ц. Май Д. Июнь Повторяю, вы можете взять те деньги, что уже выиграли, и не продолжать игру дольше. Знайте, что тогда вы теряете семь тысяч рублей, но зато тысячу уносите с собой. Вы также можете воспользоваться подсказками. Да, я хотел бы воспользоваться подсказкой. Какой именно из трех? На выбор. Пятьдесят на пятьдесят. Итак, мы просим компьютер убрать два заведомо неверных варианта. Сергей Николаевич, ваш выбор. Затруднительно. Если попросить помощь, зал выменяю аудитории. Пожалуйста. Итак, мы просим подсказку зрителей. Надо сказать, что у каждого из гостей, которые сидят сейчас в студии, имеется пультик с четырьмя кнопками. Мы просим зрителей нажать кнопку, соответствующую варианту, которая представляется им наиболее верным. Прошу вас. Итак, сейчас мы увидим результаты зрительского голосования. 76% наших зрителей считают верным ответ «Б» – в августе овечье холода. Однако 20% наших зрителей полагают, что это июнь. Д. И находится в зале Сергей Николаевич. По крайней мере, 4% наших зрителей, которые полагают, что компьютер ошибся, убрав вниз незаведомо неверный вариант «С». Выбирайте. Что полагаюсь, на мнение зала выбираю «Б». Стало быть, какой-то конформизм у вас, господин подполковник, имеется. Вы же можете забрать 8 тысяч все еще. Не давайте окончательного ответа. Жена вас поймет, нет? Как вы считаете? 8 тысяч или ничего? Или тысячу? Хотелось бы 8. В общем, такой, если вам… Понимаете, вот сейчас может быть 16. Да, прошу вас, выпить воды. Я объясню вашу проблематику. У вас сейчас, если ответ «Б», если ответ «Б» верный, у вас может быть 16 тысяч. А вот сейчас, если вы не дадите никакого ответа, у вас будет верных 8 тысяч. Ну, если вы проиграете, вы потеряете 7. Правда, останется тысяча, чтобы вот здесь же где-то… Так что? Ну, «Б» все-таки. «Б» – отважный человек подполковник. Окончательный ответ? «Б» «Б» Ну, безумству храбрых поем мы песню. Вы продемонстрировали виртуозную игру поначалу. И, в любом случае, вы показали нам пример восхитительного риска, который сродни офицерской чести и отваге. Благодарю вас. К сожалению, верный ответ «Д». И так, дорогие друзья, только что мы видели, как овечьих холода вырвали из наших рядов подполковника Шевченко. Мог бы выиграть немало денег, выиграл только тысячу. Ну, и то хорошо. Правда, стоит вот о чем сказать. Во-первых, овечьими холодами называется «Юнь», потому что тогда стригут овец, как подсказывает нам книга «Народные приметы». И считается, издавля, что овцам тогда холодно. Но есть и еще одно, о чем стоит поговорить по итогам этой игры. Вот о чем. Оказывается, не всегда всеобщее мнение справедливо. Оказывается, мнение зала, хотя и подпадает под действие формулировки «голос народа, голос Божий», может таить в себе угрозу. Как бы то ни было, надеемся, следующего участника нашей игры сия участь минует. А кто им будет, покажет результат следующего отборочного тура. Итак, дорогие участники игры, вам предстоит ответить вот на какой вопрос. Расположите эти способы коммуникации в хронологическом порядке, начиная с самого древнего. Бумажное письмо, телефон, каменная плита, электронная почта. Время. Итак, вот как нужно было ответить на этот вопрос. Способы коммуникации в хронологическом порядке, начиная с самого древнего, выглядят так. Каменная плита, бумажное письмо, телефон и, наконец, электронная почта. Именно так ответили два человека всего. И первой была Ирина Гутеева. Прошу вас. Ну что же, успехов. Здравствуйте, Ирина Робертовна. Здоровья. Ваш сын здесь, в зале? Да. Как его зовут? Даниил. Даниил. Вы взяли его для поддержки? Моральный. Он вообще-то, Даниил, вас поддерживает всякий раз. Старается. Дай бог. А чем вы сейчас занимаетесь? Бизнесом. А по образованию вы? Преподаватель английского и немецкого языка. Хорошенькая дельца. Вы гуманитарное занятие поменяли на бизнес? Ну, переводчик. Потом работал в ПТК на службе в Митсубисе 8 лет. И когда стоишь рядом с великими людьми бизнеса, чему-то учишься сам. У меня получилось. Мы сейчас посмотрим, как это умение ухватывать все ценно и учиться каждый день поможет вам заработать миллион рублей. Позвольте вам, однако, напомнить правила игры. Сейчас, Ир, вам придется ответить на 15 вопросов, которые должны будут привести вас к миллиону рублей. Я прошу вас помнить, что у нас с вами, по крайней мере, три подсказки в арсенале. Первый из них это 50 на 50. Вы можете попросить компьютер убрать два заведомо неверных варианта. Вы можете также позвонить одному из пяти своих друзей. И, наконец, вы можете воспользоваться мнением зала. Как это делается, вы только что видели. Также я хотел бы обратить ваше внимание на то, что вы можете в любой момент прекратить игру до того, впрочем, как дадите окончательный ответ. И вы можете забрать ту сумму, которую сейчас разыгрывали. Впрочем, если вы дадите неверный ответ, тогда у вас останется, по крайней мере, так называемая несгораемая цифра, выделенная белым. Впрочем, если мы до нее дойдем. Готовы? Да. Волнуетесь? Я не знаю. И сын волнует? Надеюсь. Первый вопрос. Если вы ответите, как в 90-е годы дачники стали называть свои участки, получите 100 рублей, Ира. А. Ранчо. Б. Фазенда. С. Ферма. Д. А. Труп. Вариант Б. Фазенда. Б. Фазенда. Не нужно нам на первом этапе ни одной из трех подсказок. И менять ответа не будем. Нет. Мы получаем 100 рублей. Ну, не мы, конечно, вы, с Даниилой. Итак, сумма далее удваивается, и 200 рублей стоит верный ответ на второй вопрос. Что изучает уфология? А. История. Б. НЛО. С. Мифология. Д. Прогнозы на будущее. Вариант Б. НЛО. Вариант окончательный? Да. Ну, что здесь думать. Конечно, Б. Ну, 200 рублей. Поздравляю вас. Выигрыш не маленький, однако и небольшой, понимая, что еще 13 вопросов отделяют вас от по-настоящему радостного события. Победа в игре. О, счастливчик. Третий вопрос и 300 рублей ждут вас вот в какой весьма опасной зоне. Прошу вас. Как фамилия клоуна-карандаша? А. Попов. Б. Дуров. С. Никулин. Д. Румянцев. Д. Румянцев. Д. Румянцев. Д. Румянцев. Так. Из какого меха сделаны шапки королевских гвардейцев в Великобритании? А. Овечий. Б. Волчий. С. Саболиной. Д. Медвежий. Д. Медвежий. Ну почему не Саболин, Ира? Дорого, наверное, было. Куда им англичанам? Итак, ответ Д. Без всякой подсказки, без переглядки с сыном. Д. Д. Верно? Д. Вы выиграли 500 рублей. И поздравляю вас с подходом вплотную к первой несгораемой сумме. Пятый вопрос должен принести вам 1000 рублей, в случае, конечно, правильного ответа на него. Вот он. Какой американский президент подал в отставку после Уотергейтского скандала? А. Никсон. Б. Форд. С. Картер. Д. Буш. Никсон. А. А. Никсон. Хотя многие пытались, да? Многие другие пытались. Ответ окончательный. А. Никсон. Дает Ира. Это были аплодисменты чистящему порошку и жвачке, которую только что вы видели. А сейчас мы продолжаем игру «Очень счастливчик» с Ириной Робертной Гутеевой. И если вы помните, Ира заявляет, что это Никсон. Тот самый американский президент подал в отставку после Уотергейтского скандала. Итак, ответ окончательный. И Ирина получает 1000 рублей. Поздравляю вас. У вас есть хобби? Да. Что за хобби? Достаточно забавно. Археология. Археология? Да, больше 20 лет подряд. Мы каждый год уезжаем обычно в Северное Причерноморье на археологические раскопки. И уже три года подряд со мной ездить носим. Вон как. А что за прок копаться в реликвиях отживших эпох? Ох, если бы вы видели эти монеты, и если бы вы подержали в руках античный красивый краснофигурный сосуд, вы бы так не говорили. Да? Стало быть, монеты имеют для вас очарование, Ирина Робертонна? Особенно серебряные. Золотых не находила никогда. Ну что же, мы посмотрим, каково будет очарование современных, правда, не монет, конечно, но монетарных бумажек. Я хочу вам напомнить, что сейчас мы с вами постараемся дать ответ на шестой вопрос. В случае верного ответа вы получаете две тысячи рублей. Смотрите, вы можете и прекратить игру, и взять две тысячи, даже увидев вопросы четыре варианта. Но вот только когда вы дадите свой вариант ответа, в случае проигрыша, однако, у вас останется тысяча рублей. Ведь такова первая несгораемая сумма, до которой мы с вами дошли. И помните, десять вопросов отделяют вас, Ирина Робертонна, от миллиона. Таким образом, шестой вопрос. Какой шахматист стал первым чемпионом мира? А. Алехин. Б. Ласкер. С. Стейниц. Д. Капабланка. 50 на 50. 50 на 50. Мы просим компьютер убрать два заведомо неверных варианта. Итак, это Стейниц или Капабланка? Д. Итак, это Д, Капабланка. Первым чемпионом мира стал Стейниц. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Но наши зрители аплодируют вам не потому, что они рады, что вы проиграли. Вы все-таки выиграли. Ваш выигрыш – тысяча рублей. Ведь такова была первая несгораемая сумма, до которой мы дошли. А аплодируют они вам потому, что очень вы симпатичный и коммуникабельный человек. А также ваше хобби показалось очаровательным для многих из нас. Успехов вам! Всего вам доброго, вам и вашему сыну. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А мы тем временем продолжаем нашу игру. И опять, как ни жаль, отборочный тур. АПЛОДИСМЕНТЫ Следует ответить вот на какой вопрос. Расположите это организмы по их размерам, начиная с самого мелкого. АМЕБА ВИРУС ТАРАКАН ГЕН Вот как надо было их расположить. Смотрите, ген, вирус, затем амеба, ну и потом штаракан. АПЛОДИСМЕНТЫ Именно так успели сделать два человека. И первым был Олег Обухов. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Олег. Здравствуйте. Так вот мы сейчас смотрели ваше досье на экране моего компьютера и с удивлением обнаруживаем там, что вы знаете японские сведения? Да, я изучал когда-то японский технический язык. Поздоровайтесь с нашими зрителями по-японски, пожалуйста. Ариготогадзаймайсита, Мина-сан. А что вы по профессии? Я химик. Зачем химику японский? Переводить техническую литературу необходимо было. Это называется промышленный шпионаж? Нет. Многие прогрессивные идеи еще несколько лет назад были, к сожалению, у японцев только на японском. А не так ли обстояло дело, что прогрессивные идеи были как раз у нас в химико-технологических институтах, потом их крали японцы, покупали, а уж затем мы были вынуждены переводить обратно? Вполне возможно, я не могу утверждать. Я хотел бы узнать, что вы сделаете с миллионом, ежели выиграете его. Что вы с ним сделаете? Ну, наверное, способов потратить миллион много. Один из способов, я хотел бы попутешествовать в тех странах, которых не было. Это какие страны? Белоруссия, Туркменистан? Ну, что-нибудь Южная Америка, Новая Зеландия, Австралия. Бразилия? Бразилия. Я очень желаю вам этого. И тогда к вашим познаниям добавятся еще португальский, испанский, сухили. Да? Ну, дай бог. Я хотел бы только напомнить вам, Олег, и нашим телезрителям, тоже не будет лишнее услышать это. Каковы же, собственно, правила нашей с вами сегодняшней встречи? Правила эти таковы. Вам предстоит ответить на 15 вопросов. Каждый из этих вопросов имеет свою стоимость. И, как видите, стоимость следующего вопроса. Это двойная стоимость предыдущей. Таким образом, денежки ваши умножаются в геометрической прогрессии. По крайней мере, пятый и десятый вопрос — это два этапа игры, о которых стоит поговорить особо. Это так называемые несгораемые суммы. И они остаются у вас в кармане, что бы ни случилось, как только вы до них доберетесь. Обратите внимание, также у вас есть и три подсказки. Первое. Вы можете пользоваться подсказкой под названием «50 на 50». Имеется в виду, что мы можем попросить компьютер убрать два заведомо неверных варианта. Также вы можете пользоваться и второй подсказкой. Мы называем ее «звонок по телефону», поскольку мы можем позвонить любому из пяти названных вами ваших друзей. И, наконец, последнее. Мы можем спросить у зала. Имеется в виду, что мнение зала обязательно соответствует истине, как вы только что видели на нашей программе. Но я хотел бы напомнить вам. Вообще-то выигрыш свой вы можете взять в любой момент, прекратив игру, до того, как не дали окончательный ответ. Готовы? Готов. Первый вопрос должен принести вам или не принести 100 рублей. Итак, начнется «Долгая дорога в дюнах» программы «Осчастливчик» к вашему заветному миллиону, который откроет вам пампасы, сельву и также амазонские кущи. Первый вопрос звучит так. Чью мать обещал показать американцам Хрущев? А. Кузькину. Б. Свою. С. Чёртову. Д. Мать Микояна. Хрущев хотел показать Кузькину. Мать. Откуда вы знаете, Олег? Ну, мне так кажется, что обычно этим выражением что-то хотят показать. Друзьям не будете звонить? Нет. Не будете убирать два заветно неверных варианта? Хорошо, без подсказки. Вариант? Кузькину. А. 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 К несчастью, этот сигнал добавляет к общей волне радости за вас, что вы выиграли первую инициативную сумму. Ещё элемент сладкой грусти. Дело в том, что мы, к несчастью, заканчиваем нашу сегодняшнюю программу. Но ничего страшного, вы, Олег, переходите на следующее. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ